Фантик, 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 давай-ка вставать, давай-давай, давай-давай вставать. Фантик, Фантик, вставай, сын. После просмотра данного видео у меня появилось чувство ностальгии. И в связи с этим я решил записать свой видеоролик о моем коте, который у меня был. Но я теперь считаю, что это мой был кот по кличке Веня. Я думаю, что моим зрителям, тем, кто меня постоянно смотрит, вам тоже будет интересно про него послушать. Так получилось, что в Москве экстренно мне нужно было найти жилье. С кем мы снимали вместе квартиру в то время, когда я работал в университете, преподавал. То есть, как я уже много раз говорил, зарплаты преподавателя университета на съем квартиры одному не хватает. И тут получилось так, что я остался один в квартире, денег, естественно, на нее не хватало. Нужно было экстренно найти комнату. Прям вот счет шел буквально в течение пяти дней. Мне нужно было найти новую комнату. И я со своим риэлтором, которая мне уже не первый раз помогала в поиске жилья, начали искать те варианты, которые возможны мне по финансам. И нашли одну квартиру с хозяйкой. Женщина лет 60, наверное. Пришли, значит, посмотреть. Посмотрели комнату. Мне очень понравилась комната. Мне понравилось, что у меня будет отдельно свой холодильник. В квартире безумно чисто. Вот знаете, там комар носа не подточен. Насколько было в квартире чисто. Хозяйка приятная женщина. То есть, и как бы она сразу был уговор о том, что она не будет стеснять никаким образом меня. То есть, мне не нужно там убираться в этой квартире и так далее. Она сказала, что я это все делаю сама. И я при этом могу пользоваться там микроволновкой. Ну, всем, что есть на кухне и так далее. Но мне, в первую очередь, еще понравилось то, что там было чисто. Потому что, по сути, когда я жил в Москве, я работал стабильно. То есть, в 6 утра подъем и в 12 ночи возвращаюсь домой. Поэтому квартира-то комната, да, только для того, чтобы переночевать. И, значит, когда мы с риэлтором, нам все понравилось. Мы подписали документы. Выходим. В коридоре, включая это на свет, значит, хозяйка квартиры. И я смотрю, что стоят два лотка для кошек. И я спрашиваю у хозяйки квартиры, говорю, о, так у вас кошки есть. А я, в принципе, не очень хотел снимать квартиру там, где есть домашние животные. Потому что домашние животные хорошо, когда свой дом частный. Но в квартире это шерсть, запах от кошачьих лотков и так далее. А тут не было запаха, нигде не было ни одной шерстинки. Позже я понял, почему. И поэтому, когда вот мы увидели лотки, я говорю, да, у меня есть две кошки. Но она слукавила, там их было не две. Но, значит, хорошо, то есть уже договор подписан. И, в принципе, отсутствие запаха и частичек шерсти где-либо в волосинок, да, меня это успокоило и вполне устроило. Плюс, ну, это действительно нужно было делать очень быстро, то есть найти жилье. И по сравнению с теми квартирами, которые мы смотрели до этого, здесь были прям идеальные условия. Рядом с метро и так далее. Причем прямая, до этого я ездил с пересадками на работу. С юга на север, там буквально полтора-два часа всегда занимала дорога. Здесь тоже получалось с юга на север, но, по крайней мере, по серой ветке, по прямой. Мне до Дмитровской, до Тимирязевской, с Пражской. На Пражской я снимал квартиру. Кто из вас знает Москву, да, на метро Пражская. И, значит, заселился я в квартиру. Когда заселился, оказалось, там два кота взрослых и маленький котенок. Это был июнь. Я буквально пару недель пожил и уехал в отпуск на Алтае. А у нас у преподавателей жил отпуск два месяца. То есть стабильно, пока работал, преподавал в университете, на два месяца я улетал летом на Алтае. То есть можно было спокойно посвятить себя своим любимым животным. И периодически еще весной я летал на пару недель на время окотов своих коз. Так вот, значит, я улетел. По возвращению обнаружилось, что того котенка нету. Серенький был такой котенок. Она сказала, что он очень плохо себя вел. Покостил, гадил, где попал и так далее. Она отдала соседям его на дачу. А два кота и три котенка снова, но уже другой, рыженький такой небольшой котенок. Пара месяцев ему была, то есть такой подрощенный прям уже. Может быть месяца три. Значит, она сказала, что зовут его Веня. Ну, хорошо, котенок и котенок. И по мере того, как рос этот котенок, он стал неуправляемым. Он стал пакостить, драть везде обои, мебель, гадить и так далее. Но у нас был такой уговор, что в мою комнату не заходят ни днем, ни ночью. Никогда животные не заходят. То есть у меня дверь закрывается, я ушел на работу, пришел как бы, чтобы не было. Хорошо, как бы без проблем. И меня-то это не касалось. Но она постоянно ругалась на этого кота. И в итоге, видимо, из-за того, что на него ругаются за то, что он пакостит, он стал совсем неконтролируемый. То есть неуправляемый вот именно. То есть словно на зло еще больше и больше. И в очередной раз, когда его она ругала, она уже до этого мне сказала, что скорее всего придется его усыплять. То есть она говорит, я не могу этого кота никому отдать. Котенка этого, да, потому что, ну вот он такой. И куда с ним? То есть он всю квартиру испортит. Значит, а, и забыл сказать, почему я позже выяснил, что в квартире так чисто. Ночью, за ночь, раз 5-7, эта женщина вставала для того, чтобы лотки помыть, почистить. То есть после каждого хождения кошек в туалет, так как она на пенсии, она обязательно лотки мыла и мыла. То есть запаха, правда, в квартире никогда не было. Но так вот, значит, в очередной раз, когда ругали этого котенка, он подбежал к двери моей комнаты. И я, получается, выходил, и он здесь, и он забежал ко мне в комнату. Он уже подрос, то есть он уже был такой вот подросток, я не знаю сколько ему, месяцев уже было, там 4-5. И я его просто погладил. Он уснул у меня на коленях, и все. Хозяйка квартиры, не буду просто называть ее имя, хочется постоянно, срываю, чтобы не назвать зачем. Как бы она постучала мне, говорит, ты не видел Веню? Я говорю, видел, он у меня спит. А, ну ладно тогда, вот, говорит, негодник, опять нашкодил, и все. И он, значит, что стал делать? Он каждый раз, когда нашкодит, стал прибегать ко мне в комнату. То есть вот прям как-то с первого раза он сообразил. Но самое главное, он стал все меньше и меньше шкодить. Меньше и меньше. Дошло до того, что он стал ждать меня с работы. То есть я прихожу с работы, и он сразу ко мне вместе со мной уже на полных правах. Другие коты, конечно, ему завидовали. Никому нельзя ко мне в комнату заходить, а он уже такой вот прям. И все, и он у меня в комнате. Стал оставаться ночевать. И обычно встают рано, а в воскресенье я мог себе позволить поспать до 9, а иногда даже до 10 часов утра. И в воскресенье он спокойно проснется, сидит на подоконнике до 9, до 10 часов утра и ждет, когда я проснусь. Не просится в туалет выйти. И то есть, но при этом смотрит внимательно на глаза. Если он увидел, что у меня глаз дрогнул, все, он сразу бежит в двери, мяукает. Тут уже хочешь, не хочешь, нужно встать, открыть ему дверь. А так вот он всегда терпел. И было интересно, он очень любил спать головой в ладошке. То есть, вот ладошка, те, кто друзья знают, те, кто сейчас посмотрит это видео, они уже знают про это, улыбнетесь, да, ребята? То есть, ложишься, ладошка, и он обязательно головой вот в ладошку. Вытянется весь, ну, как любая кошка, под одеялом же он не спит, они не любят. А просто вот, чтобы головой именно в ладони спать. Я не знаю, почему он вот прям спал мертвым сном. Ну, мог даже храпеть, вот, но головой в ладони. А когти ему тоже обрезать стал я, потому что хозяйка не могла с ним справиться. То есть, орет дурниной, но ничего, обрезали когти ему. Нормально как бы было все. Я постараюсь вам по мере рассказа фотографии повставлять. У меня много с ним фотографий. Не знаю, где их расставлю, но расставлю как бы. Замечательный кот, он меня всегда ждал с отпуска. Я уезжал в отпуск. Чем мне еще нравилась эта квартира? Я уезжаю в отпуск. Хозяйка квартиры вымоет мой холодильник. Ну, обычно в комнате я сам всегда, конечно, уберусь перед отъездом. А перед приездом, когда вот, даже не перед приездом, а приехав, да, захожу в квартиру, и всегда она говорила, что я вчера шторы в твоей комнате перестирала, погладила, повешала, все в комнате убралась, холодильник подключила, еще раз его протерла, подключила, все. То есть, она всегда знала, в какой день я приеду, я же билеты заранее беру туда-обратно. И поэтому за день до этого вот все уже было подготовлено. Спасибо ей большое. Даже когда я уже переезжал от нее, съезжал, я собрал все вещи, значит, и говорю, что сейчас я пол вымою, уберусь в комнате. Она, нет, ты что, какая речь вообще об уборке? Я завтра все вымою, все. Я говорю, нет, я вам не могу оставить комнату. Я все-таки тут ходил, вещи носил, там, друзья приезжали, много отдавал и посуды, там, сушилка и так далее. Я говорю, я, конечно же, я вымою пол, то есть, там, у нас прям практически ругань на почве этого произошла, но, тем не менее, я пол вымыл и все, спасибо ей, конечно, за то, что она вот как бы так никогда не лезла в мою жизнь. Ну, мы и не виделись практически, можно сказать. Единственное, что там могло быть, постучит в дверь и скажет, что будешь красную икру, купила две банки, одна вот осталась, да, что-то не хочу, одну баночку съела, натуральная там красная икра или еще что-то. И, как бы, вот таким образом было. Ну, то есть, очень хороший человек, честно скажу, безумно хороший человек. И, значит, она вот рассказывала, что когда я уезжаю в отпуск на два месяца, то кот прям скучает. Скучает, и она говорила, что приходится ему периодически открывать дверь, он зайдет, посмотрит, что все твои вещи на месте, но тебя нету и опять успокаивается. Как бы, и все. Ну, и, значит, я переехал. Когда я переезжал, эта женщина сказала, что если хочешь, я отдам тебе кота. Он практически уже вроде как твой, хотя я его не кормил никогда ничего, то есть я не тратился на корм. Просто он вот у меня в комнате находился. Не убирал никогда лоток за ним, ничего. Ну, потому что я считал, что это ее животное все-таки. Она говорит, если хочешь, я тебе его отдам. Мне этих двух котов хватит, а ему будет хорошо с тобой. Он так тебя любит, ждет тебя постоянно с работы. Говорит, ты на работу уйдешь, он подойдет к двери минут 20 сидит, то есть провожает, получается. И я говорю, я его с радостью бы взял с собой на Алтай, но я с Алтая переезжаю уже в Германию. Поэтому, получается, мне придется его оставить на Алтае, потому что в Германию я еду. Я говорю, я не знаю, куда я еду, в какие условия и так далее, я его не смогу взять. А какой смысл, что он останется на Алтае у родителей один? А тут два других кота, он с ними дружит и так далее. Они над ним опеку взяли, как над самым молодым. Говорит, пусть он остается у вас. И два первых года, что я жил в Германии, у меня не было возможности съездить в Москву. Это сейчас, вот последние, наверное, года полтора. Я практически каждые два месяца бываю в Москве, в России. А до этого вот у меня не было такой возможности. Значит, и через два года, когда я поехал в Москву первый раз, у меня все буквально друзья спрашивали, что ты пойдешь в ту квартиру, которую вот снимал. Жил я там, получается, три года в той квартире. Ты пойдешь туда кота-то попроведовать в Веню? Я говорил, что, конечно, пойду. Ну как, я буду в Москве, я не попроведую в Веню? И я, значит, когда приехал в Москву, я пошел, позвонил в дверь, хозяйка квартиры была безумно рада. То есть, как бы, ну, очень хорошо жили. Она для меня вот прям родной человек стала на самом деле. И как выяснилось, я для нее тоже. То есть, она сказала, что не до меня особо квартиранты не устраивали. Я говорю, а сейчас кому-то сдаете? Да, сдаю тоже молодому парню, но он, говорит, выпивает. Он не постоянно, но по выходным после работы то пиво выпьет и так далее. Она человек не пьющий. А я тут тоже, я вообще человек не пьющий. То есть, у нее со мной таких проблем не было. И я, значит, зашел, там поздоровались, обнялись. Я говорю, где Веня? Веня, где? Где Веня? Оказывается, Веня умер. Я так расстроился. В общем, она сказала, что после того, как я уехал, кот это почувствовал. Как он почувствовал? Комната опустела. То есть, до этого, когда я уезжал в отпуск, в комнате оставались мои вещи. И он заходил, он видел, что все мое, там, ручки и так далее. Нет только ноутбука и меня, как бы, и все. Получается. И запах мой, и он был спокоен. А тут я переехал. И она, говорит, он, когда зашел и увидел, что комната пустая, стоит кровать, шкаф, стол компьютерный. И все. И больше ничего. То есть, никаких моих вещей, ничего, что бы обо мне напоминало. Она говорит, он безумно расстроился. Он не ел вообще ничего. И в течение первого месяца он умер. То есть, он даже месяца после моего переезда не прожил. Вот я сейчас вам рассказываю, у меня мурашки по коже бегут на самом деле. Я так расстроился. То есть, она говорит, он, ну, просто не мог. Вот он... Ему было три года, молодой кот. Трехгодовалый, здоровый, без вообще там признаков болезни и так далее. Она его носила в ветеринарку, его вскрывали. Он совершенно внутри здоровый. Но вот, она говорит, он настолько по мне скучал, что не смог он у меня два года дождаться, даже месяца. В течение первого месяца он умер. И я вышел от нее. А друзьям-то до этого я уже звонил. Говорил, что завтра иду вот туда. Позвонил друзьям снова всем. И у каждого был вопрос, что как там Веня. Ну, что ты Веню видел? Он тебя узнал. То есть, всем было интересно, узнает он меня или нет. А я сообщил, что все, кота этого нету. Конечно, друзья-то они его только заочно знали, но им тоже было грустно. Вот, то есть, такая история в чем-то веселая, грустная, потому что животного не стало, да. У хозяйки квартиры, когда я был, у нее на тот момент уже... Она, во-первых, за два года изменилась. Она действительно пожилой человек. И у нее уже стало четыре или пять кошек. Я вот сейчас уже не помню. Если честно, то есть, прям много. Но Веня не стало при этом. И у меня самые теплые чувства, и когда я посмотрел вот этот видеоролик в Инстаграме, который вначале вам продемонстрировал, то есть, потому что кот вот так и выглядел. Даже голос тот же самый. Вот тембр голоса у этого кота на видео такой же, как был у Вени. То есть, невозможно не вспомнить своего кота. Я же писал вторую книгу, когда, допустим, в этой квартире именно находясь, кот всегда рядом спал. Но он на коленках не очень любил спать, а на стуле. Я за компьютерным креслом перед ноутбуком, а рядом стул мягкий такой, с мягкой сидушкой, и он на нем всегда клубочком. Это вот стабильно был его стул. Никогда нигде не пакостил, никогда не запрыгивал ни на один стол, никуда. То есть, вот он такой воспитанный и стал почему-то, я не знаю, почему он стал такой воспитанный, но очень воспитанный кот. Изменилось его поведение на 100%. То есть, по сравнению с тем, какой он был, когда я его первый раз запустил к себе в комнату, и какой он стал потом. Никто его не дрессировал, ничего. То есть, просто оказывается, ему нужно было уединение. Он у меня в комнате отдыхал от всех, раз их там три кота, да, а тут он один. И он зайдет, выспится, отдохнет спокойно. За вечер там мог выспаться, выйти, или в течение дня на выходных. Вот, а на ночь опять придет. Если я вернулся домой поздно, в 12 ночи, в 2 ночи, он не спит, ждет. То есть, я захожу в квартиру, он уже идет, и мы с ним вместе идем в комнату. Он на свой стул спать клубочком, и я ложусь спать. Такая история, друзья. Кому из вас понравилось, ставьте класс. В комментариях, возможно, пока вы меня слушали, да, может быть, вы вспомнили какие-то свои истории про своих животных, не обязательно про коз, а именно вот про кошек, собак, лошадь, любое животное домашнее. Напишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Очень интересно. Спасибо за внимание, и до новых встреч в новых видео, друзья. Пока-пока. Просто это означает, когда мать не любит и не гладит, приходится справляться, как может. Фантик. Фантик. Что ты делаешь? Фантик.